МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивный уикенд под открытым небом. В поселке Горки-10 приятное оживление. В гости ждут самого Алексея Морозова, серебряного призера Олимпиады в Нагана. И главу Одинцовского района Андрея Иванова. Таких именитых гостей на этой хоккейной коробке еще не бывало. Хотя само место уникальное. Ровно 35 лет назад здесь зародилась команда, которая сегодня защищает честь поселка и Успенского поселения в районных турнирах, знаменитая Снежинка, с которой и предстояло сыграть в сборной команде главы Одинцовского района. Праздник спорта и здоровья открывают фигуристы детско-юношеской спортивной школы Одинцова. На льду Александра Микота, первый спортивный разряд, член сборной команды Московской области. Фигурное катание и хоккей органично соседствуют в секциях детско-юношеской спортивной школы. На мастер-класс с чемпионом Алексеем Морозовым в поселок Горки 10 прибыли ребята из команды «Армада». Поехали все оттуда и начнем оттуда. Шайды разбираем. Вот так по-свойски, по-товарищески Алексей начинает работу с молодежью. Свою спортивную карьеру олимпиец завершил три года назад. Теперь он частый гость и участник подобных мастер-классов. Недавно успел провести тренировку на ледовой арене в Москве. Но на хоккейной коробке поселка Горки 10 впервые. Это необычный опыт и в то же время ностальгия по тем временам, когда Алексей еще ребенком вот так же выходил на лед, даже не мечтая о золоте чемпионата мира. Да, в дворе у нас на Красноярске, где я жил, в Москве, была коробка, которую мы с родителями сами заливали, шланг раскали из подвала и заливали лед, чтобы на следующий день нам выйти после школы и поиграть. С нами и родители выходили и играли. И там младший стар, все играли, сбивались на две команды. И я думаю, что очень много мне вот это время дало, потому что много проводил на льду и набирал техники. Уверенное катание, обводка соперника, умение обыграть противника не только клюшкой, но и движением. Всему этому чемпиону учат подрастающих спортсменов. Ребята стараются, ведь не каждый день стоишь плечом к плечу с прославленным хоккеистом. Окей, вообще-то игра для того, чтобы получать удовольствие. И хочется, чтобы дети, приходя на тренировки, не только знали, что приходили как на работу, а получали удовольствие от игры. С упражнением в основном на катании мы немножко размялись. К сожалению, у нас время было ограничено мало. Ребятам хотелось еще. Успели что показать. Это обводка стоек, катание, чтобы ногами, ребята, у кого-то заметил ошибки, подсказал, что обыгрывать только клюшкой, но не своим телом, а надо обыграть движением тела соперника. Поэтому подсказали, надеюсь, ребята услышали, будут на своих тренировках, в своих командах использовать это, тренироваться. И желаю удачи. Самое главное, радует, что у них огромное желание заниматься хоккеем. Они пришли сегодня. Все встали, ждали этого момента, чтобы покататься здесь. Так что, надеюсь, ребятам понравилось. И все-таки главным событием спортивного дня стал товарищеский матч главы Одинцовского района Андрея Иванова и хоккейного клуба «Снежинка». Первыми на лед выходит хозяева, капитан команды Алексей Зеленов дружественным рукопожатием. Желает каждому удачи. Матч будет непростой, ведь в Одинцовской дружине звездный гость Алексей Морозов. И я хочу поприветствовать всех тех, кто понимает, что хоккей – это лучший способ провести свой выходной день. Приветствую вас. Сегодня хорошая погода, прекрасная атмосфера, отличное время для интересного хоккея. Я хочу поблагодарить всех энтузиастов «Горки десяток», которые развивают хоккей. И для нас это очень и очень важно, потому что все будущие олимпийские звезды, олимпийские чемпионы начинают свою спортивную карьеру именно с такой коробки. По дворах, дворовых площадках прививается любовь к этому виду спорта – к хоккею. Я хочу искренне, от всей души, от всего сердца и от всей команды выразить слова благодарности Андрею Робертовичу за то, что откликнулись на наше приглашение. Приехали, устроили замечательный праздник. Перед тем, как дать бой, команды обмениваются сувенирами, свитер от «Армады» для горковской команды и шарфики болельщиков от «Снежинки» для Андрея Иванова и Алексея Морозова. Раздается сигнальный свисток и шайба в игре. События развиваются стремительно. Уже на второй минуте встречи «Снежинка» уверенно атакует, и шайба оказывается в воротах «Одинцовской» команды. Такое быстрое начало оборачивается ответными действиями. «Одинцовцы» решительно и бескомпромиссно играют первая, вторая, третья, четвертая шайбы. Зрители сбиваются со счета, а команды уходят на перерыв. «Снежинка» — «Снежинка» — она такая статусная команда. Она не должна так просто сдаться. Я им просто сказал, я говорю, ребята, вы все знаете, как играть. Я говорю, самое главное, я вам просто подскажу, что меняйтесь почаще. Потому что когда минуты играешь, отдыхаешь, не задерживайтесь. А так ребята все на ходу, все знают свои обязанности. Ну, лишь бы только не перегорели. Хоккейный клуб «Снежинка» — гордость Успенского поселения. Ее история началась в 81-м году, когда первый тренер Геннадий Ипполитов решил организовать в поселке Горки-10 детскую хоккейную команду. Собрал мальчишек, расчистил лед и начал тренировки. Спортсмены подрастали и уходили в серьезные клубы. А Геннадий Иванович набирал новых игроков, готовых трудиться и выигрывать. В 86-м году «Снежинка» стала победителем первенства «Золотая шайба». О горковских хоккеистах знали в Подмосковье. Они играли на первенстве России и всегда были в лидерах. Возрождение «Снежинки» произошло в 2010 году. На тренерский мостик заступил Владимир Цуренков. Уже через три года «Снежинка» стала чемпионом Одинцовского района, а затем завоевала бронзу в районном состязании. И этих ребят я знаю еще, когда им было по 10 лет. И вот они все выросли, выросли, нашли себя в жизни. Кто-то пошел в мастера, кто пошел именно в народ. Ну вот многие Морозов, кстати, вот он тоже, сейчас вот тоже я с ним занимался, и мы ездили. И его родители я знаю очень хорошо. Ну и в общем. А так вот из поселка Горки-10 занималось в команде «Крылья Советов» 23 человека. Из 23 человек 4 попали в мастера. На льду Одинцовская армада, а на трибунах армада болельщиков. Два года назад у команды «Снежинка» появился свой фан-клуб, руководит которым Олег Артеменков. Только «Снежинка», только победа! Только «Снежинка», только победа! Только «Снежинка», только победа! А сейчас хоккейный клуб «Снежинка» уступает. Как вы думаете, удастся ли отыграться ребятам? Ну, по уровню игры, Одинцово, конечно, выше, я вот смотрю. Единственное, что поможет, поможет, это, не знаю, но чудо только! Второй период. Хозяева льда заметно отстают. 4-1 в пользу сборной команды Андрея Иванова. Только упорная борьба может выровнять ситуацию. Будет стараться, бороться, идти вперед. Ну, вот присутствие Алексея Морозова в команде соперников как-то психологически оказывает на вас давление? Да, наоборот, мне кажется, даже только больше, как бы, вот, дает стимул, как бы, играть лучше. И вот, ну, присутствие такого человека, как бы, подстегивает к тому, чтобы, ну, проявить себя, показать, хочется бороться. Команда Снежинка в первый период показала серьезную, активную борьбу. Пока еще, думаю, есть определенная скованность из-за напряжения все-таки. У нас в нашей команде играет и двукратный чемпион мира, олимпийский призер Алексей Морозов. В остальном, мы видим хороший уровень катания, техники. Думаю, что ребята нам еще дадут жару в остальных двух периодах, и нам будет тяжело держать оборону. Вот насколько сыгранная ваша команда? Очень сыгранная команда. Мы взяли две пятерки, как мы играем постоянно в нашем льдовом дворце. И, опять же, хочу подчеркнуть, что играть во дворце в секциях, в хоккейных секциях, на искусственном льду, это, конечно, хорошо, но все начинается с дворовой площадки. И именно здесь вот начинают все наши олимпийские звезды, будущие чемпионы, начинают делать свои первые шаги в спортивной карьере. Так начинал учиться хоккею я, когда вышел в шесть лет в Валенках на дворовую хоккейную коробку. И вот, как видите, и люблю спорт, и люблю хоккей до сих пор, и еще активно пропагандирую здоровый образ жизни и сам играю. Хоккейные страсти разгораются в третьем периоде. Седьмую для своей команды шайбу забрасывает Андрей Иванов. Ситуация патовая, на табло 7-2, но Снежинка не сдается. Третья шайба от хозяев льда летит в ворота Одинцовцев за 12 минут до окончания матча. Затем следует еще одна успешная атака. Капитан команды Алексей Зеленов приносит Снежинке четвертое очко, и за шесть минут до окончания игры в воротах Одинцовской команды пятый пропущенный удар. Зрители ликуют, Одинцовцы вновь атакуют, но Снежинка слаженно оброняет ворота. Финальный свисток и матч завершен. В этом году мы залили перед новогодними праздниками, перед каникулами детскими 50 вот таких ледовых арен по всему Одинцовскому району. Плюс у нас в городе Одинцово на центральной площади на нашем известном пруду Баранка также был лед, он до сих пор поддерживается, мы чистим эту площадку. Мы стараемся сделать из Одинцовского района центр зимних видов спорта. И пока все идет по плану, нам это удается. Товарищеский матч хоккейной команды Снежинка Одинцовской сборной завершился со счетом 7-5 в пользу гостей. Однако важнее счета остается игра и эмоции, которыми спортсмены и зрители зарядились на целый день. Праздник спорта, здоровья и отличного настроения прошел на ура. Одинцовских хоккеистов уже ждут в сельском поселении Никольское. Так что продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok